В общем, в эти все палацы можно и дворцы не ходить, и главное ходить в церкви. Вот, в Святейшего Благовещения церковь, вот здесь тоже последняя вечеря Чезары Прокочини. Да, если я его Чезары, да, Прокочини, 1618 году. Очень красивая базилика, трехнешная, обалденная, с очень большим количеством. Капелл. Надо еще посмотреть, чьи здесь картины, и шикарные здесь кусочки потолка отсутствуют, но центральный, потолок центрального нерфа просто нереальный. Очень красивая роспись. Обалдеть. Тут вот, ага, это просто экскурсия. Класс. Вообще интересно, алтарь такой, с красивой росписью. Купол очень, ааа, купол обалденный. Роспись вообще шикарный. Где же у нас, где же у нас орган? Очень много капелл. Очень много башенок. Красивая церковь. Красивая церковь, такая здоровенная. Не могу орган найти. Не могу орган найти. И ничего не подписано. Блин, ну как так можно? Где подписано? Первая, первая, как бы такая, это все та же. Церковь Боговещения. Первая церковь, где не видно вообще органа нигде. Я спросил чувака, он говорит, что он прямо там за алтарем где-то. Странно. Я как-то в этом сомневаюсь, может он не знает. Но его реально нигде нет. Прикольно. Вот какие они бывают разные.